Вы спросите, зачем нужен отдельный ролик про iPod Nano 7? Это ведь скучный плеер, который по сути все что умеет это проигрывать музыку, но во-первых, он абсолютно не скучный, а во-вторых, Nano 7 стал последним iPodом в истории. И тут вы меня поправите, мол есть же еще iPod Touch 6, Touch 7, которые вышли позже, но являются ли они плеерами? Смысл Touch был в том, что это были самые дешевые iOS устройства. За 200 баксов они умели все, что умеет iPhone, только без функции звонить, конечно, то есть люди на них играли, серфили интернет, смотрели видео, но покупал ли их кто-то, чтобы просто слушать музыку, сомневаюсь. Ведь можно было сэкономить и взять iPod Nano, Classic, Shuffle, именно их я считаю настоящими iPodами. Это плееры конкретно для музыки, а не полусмартфоны. И последним устройством Apple, созданным именно для музыки, стал iPod Nano 7. Недавно компания приснала его устаревшим, поэтому самое время вспомнить, что из себя представлял последний iPod. У нас в гостях Nano 7 в золотом цвете, давайте начнем. Для тех, кто не знает, iPod является культовым продуктом Apple. Он был почти у каждого американца, а за все время продали 350 миллионов штук. Но со временем музыка стала приложением в телефоне, поэтому люди просто перестали покупать плееры. И последний раз Apple свою линейку iPod обновляла в 2012. Выкатили iPod Touch 5, бюджетная версия пятого iPhone в разных цветах, Shuffle 4, который не являлся новинкой, но поставлялся в новых оттенках, и совершенно новый iPod Nano 7. И вот какое дело, публика приняла его крайне холодно. Дело в том, что прошлый iPod Nano 6 был легендарными iPod часами. К ним покупали ремешок, вешали на руку и использовали как часы. Многие даже музыку на нем не слушали. И через два года после его выхода, Apple взяла и убила его форм-фактор, выпустив следующую версию iPod Nano 7, которую уже при всем желании на руку не закрепишь. Понятно, почему это было сделано, ведь через два года Apple собиралась представить Apple Watch, и если бы iPod часы составляли им конкуренцию, было бы нелепо. Другой вопрос, кому нужен был iPod Nano 7. В 2012 году, во времена пятого iPhone выпускать отдельное устройство для музыки, видимо данным девайсом Apple решила занять нишу плееров, а затем отправить их на покой. И знаете, последний iPod получился уникальным. Во-первых, кнопка Home. Причем, заметьте, ее логотип не квадратный, как обычно, а круглый, повторяя тем самым иконки на рабочем столе. Apple решили сделать плеер максимально похожим на смартфон. Кнопка Home, кнопка Sleep, рабочий стол. В итоге, когда берешь его в руки, он в первую очередь напоминает iPhone для гномиков. Но первое впечатление, вау. Супер тонкий, маленький, легкий, весит всего 30 грамм, а пользоваться им нужно буквально на кончиках пальцев, ибо в руке эта штука лежит, ну, нелепо. Другое дело, что использовать такой орех не особо удобно. Классик, хоть и больше, но в руке лежит солидно. Просто приятно держать такой девайс. Эта штука мелкая не потому, что это удобно, а потому, что она может. Тем более, что название Nano как-то нужно оправдывать. Так что по эргономике это не самый удобный iPod, но технологии, позволившие сделать такое маленькое устройство, восхищают. По сравнению с Nano 6 он стал работать намного быстрее. iPod часы были классные, я их носил, но подтормаживали. Здесь же интерфейс супер плавный и буквально летает. Ну и из-за увеличенного экрана, 2,5 дюйма, пользоваться им просто удобнее. Интерфейс взяли от Nano 6, только сделали круглые иконки и добавили пару фич. Но в приложении часы урезали циферблаты. В шестерке их было очень много, были даже с Микки Маусом. Здесь же оставили скучные 6. Ну и в принципе понятно, что в таком форфакторе функция часы не такая уж и полезная. Элементы дизайна взяты из iOS 6, наш любимый скиломорфизм. А за что мы любим скиломорфизм? За мелочи. Слайдер громкости здесь как будто металлический, и когда вертишь iPod, видишь как он бликует. Он как будто настоящий и переливается на солнце. А возможно это благодаря встроенному гироскопу. Интерфейс, кто бы сомневался, удобный, кнопки большие, ничего не бесит. Огорчает только то, что обложка песни занимает мало места. А сверху и снизу какой-то унылый серый градиент. Могли бы как-нибудь его размыть, а то некрасиво. Музыку он спокойно переваривает как MP3, так и фирменный ALAC. Качество звучания примерно как iPhone 5 5s, ну просто посмотрите на корпусы и подумайте, где здесь может быть хороший цап. Да это и не важно, ведь большинство людей слушали его с комплектными наушниками. И тут приятный сюрприз, ведь Nano 7 стал первым iPodом, с которым в комплекте шли новые тогда наушники EarPods. Они вышли в один год с плеером, в 12-м году, и помню их много обсуждали. По сравнению со старыми вкладышами, это был настоящий прорыв, появились басы, четкость звучания, какая-то хотя бы, потому что старые наушники звучали просто ужасно. Так что владельцам Nano 7 было приятно получить новую гарнитуру в комплекте, но обламывал один факт. С iPodом клали не полноценную версию наушников, а урезанную, без пульта управления и микрофона. Узнаю типичное жлобство куперциновской компании. Но обновили не только наушники. Nano 7 стал первым iPodом с разъемом Lightning. Раньше был огромный 30-пин, а тут же новый маленький свежий коннектор, который можно было подрубать любой стороной. Но, увы, несмотря на современный разъем, новые аксессуары iPod не поддерживает. Вставляя его в современную док-станцию или подключая наушники AirPods Lightning, вы увидите ошибку, что iPod такое не поддерживает. Тем не менее, просто прикольно, что шнуром от последнего айфона можно заряжать на столько старый девайс. Одна из причин, почему люди покупают плееры, они боятся Bluetooth наушников. Я тоже раньше боялся, но потом заимел прекрасный ТВС от Sony. На рынке полно хороших наушников, но как разобраться, какие купить, в этом вам поможет e-каталог. Заходим в раздел наушники, указываем, что нам нужны именно Bluetooth и видим подходящие варианты. То, что понравилось, можно добавить в список сравнений и понять, чем они отличаются. Время работы, вес, аккумулятор, все это очень важно. Про каждую модель можно отдельно почитать отзывы и обзоры. Народ там часто пишет важные нюансы. Далее заходим в цены и видим все магазины, где наши наушники продаются. Сортируем их по цене и видим самую лучшую цену в городе. Так, на e-каталоге можно подобрать все, что угодно. Сайт полезный, ссылку оставлю внизу. Кроме музыки, вы не поверите, эта штука умеет играть в видео. Как же классно смотреть его на 2,5 дюймах. Умеет показывать фотки, есть таймер и секундомер, и еще приложение фитнес от Nike. Благодаря гироскопу, iPod умеет работать как шагомер. Apple и Nike вообще раньше дружили и выпускали даже шагомер для iPod. Это была такая капсула, которая вставлялась в кроссовок и синхронизировалась с вашим яблочным плеером. И, пожалуй, самое интересное, FM-радио. Включив его, можно ностальгировать по тем временам, когда часами слушал любимую радиостанцию. Но что меня реально поразило, это его цена. Изначально в 2012 он стоил 150 баксов. До России доезжал за 5-6 тысяч рублей. И вот спустя 9 лет, в 2021 он на авито стоит те же 5 тысяч рублей. Тот же Nano 6 валяется на авито по полторы-две тысячи с ремешком, а это ведь легендарно и под часы. Эту штуку за час отрывают за 3-4 тысячи. И дело здесь в двух вещах. Во-первых, они очень нежные. Если им реально пользовались, у него обгрызанные грани, разбитое стекло и идущие полосками дисплей. Одна из типовых проблем Nano 7. Купить плеер в хорошем состоянии можно только если им вообще не пользовались, или пользовались, но в чехле и пленке. У меня последний вариант. Неудивительно, что цена за столь редкое состояние составляет 4-5 тысяч. Мне мой обошелся в 4 500. Но вопрос, почему их вообще кто-то покупает, и ответ я видимо знаю. Nano 7 стал первым айподом нет-тач, у которого есть блютуз-модуль. То есть вы можете слушать музыку и по проводу, и подключив к нему эйрподсы, либо другие ТВС. И судя по тому, что перекупы так его и продают, фоткая с китайскими эйрподсами, продавая все вместе, у людей реально есть потребность в блютуз-плеере. Огорчает то, что звук по нему какой-то тихий. Срезается реально ну минимум треть громкости наушников, я не знаю с чем это связано. При этом по проводу звук нормальный и громкий, то есть проблема именно в блютузе. Кстати, о синхронизации. Меня удивило, но подрубив айпод к маку с биксюром, он отлично синхронизировался. Но есть проблема. Конечно же, из Apple Music на айпод скопировать музыку нельзя. То есть нужно ее где-то брать, скорее всего качать на торрентах. И вот в чем прикол. Я накачал музыки, заливаю ее на айпод, включаю плеер, обложек нет. Смотрю на маке, обложки у треков есть. Почему айпод их не видит, в душе не знаю, но пришлось на каждый альбом в интернете скачивать обложку и ставить вручную в айтюнсе. Так что купив айпод, будьте готовы, что закачкой музыки и обложками придется немного помучиться. И прежде чем поговорить о том, кому он вообще нужен, давайте разберемся, если покупать, то в каком цвете. Всего оттенков было много, но выглядят они как-то странно. Самый кошмар это желтый, он на фотках просто похож на мочу. Зеленый не четок, но тоже не прет. Бирюзовый слишком вульгарно. Сиреневый тоже не кайф, какой-то слишком нежный. А красно-розовый, который вообще называется розовый, но он скорее красный. Не знаю, лично меня с таких оттенков вообще не прет. В итоге, подискутировав с товарищем, мы пришли к выводу, что сейчас можно брать 2 на на 7, кроме черного и белого. Это красный продукт Red, невероятный стильный плеер, безусловно, и золотой. Прекрасный оттенок, похожий скорее на шампанское, смотреть на него одно удовольствие. И помимо эстетики, у него есть огромный жирный плюс. Дело в том, что в 15-м году, как бы это ни было смешно, Apple обновила цвета iPod на на 7. Убрали все эти старые и сделали золотой, синий и бело-черный. А значит, покупая эти оттенки, у вас больше шансов, что батарея внутри живая. Только вот золотой и синий хрен найдешь. Того же сиреневого просто навалом, их там по 2500 отдают, золотой нет. Я свой повторюсь искал неделю и в итоге приобрел за 4500. Ну и угадайте, что ж слушал тот редкий человек, что купил золотой iPod в России. Конечно же, армянские песни. Ну а теперь главный вопрос, кому эта штука нужна в 21-м году. Во-первых, тем, кто не любит блютуз-наушники. Можно накачать сюда музыку и слушать ее спокойно по проводу. Во-вторых, тем, кто любит блютуз-наушники, ведь iPod их поддерживает. Может, для занятия спортом эта штука пригодится. В-третьих, для тех, кто хочет слушать музыку здесь и экономит заряд на телефоне. Очень, знаете ли, актуальны для владельцев 5, 5S, SE, 6. Но я бы на их месте купил простой пауэрбанк. В-четвертых, это, наверное, дети и старики, у которых нет телефона по разным причинам. И проблема в том, что ни одна из этих причин мне самому не кажется весомой для покупки iPod Nano 7, тем более за такие деньги. Так что, если знаете, зачем он может пригодиться, то пишите в комментариях, мне реально интересно почитать. А в целом, Nano 7 оставил приятные впечатления от маленького плеера. И, увы, он стал последним мамонтом в мире iPod'ов. Но это все по моей идеологии, конечно же, официальным iPod'ом является Touch 7, но мне кажется, скоро его производство свернут. Пока я писал этот ролик, появились слухи об iPod Touch 8, мол, там сделают больше экрана, то будет так у iPhone SE без функции звонить. Посмотрим, сделают его или нет, будет прикольно, если выпустят, ведь бренд iPod продолжит жизнь. А на этом все. Если еще не подписаны на мой канал, то самое время подписаться, поставить лайк, написать комментарий, и также не забывайте о группе ВКонтакте и Телеграме, где появляются всякие посты, анонсы и так далее. Всем спасибо, это был обзор Nano 7, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok